Эфирную эстафету на канале Россия продолжает вести Ульяновской области. В студии Артём Петров. Здравствуйте. Мы начинаем. Как фермеры готовятся к весеннеполевым работам и какую помощь аграриям окажет регион? Алексей Русских посетил Радищевский район. Итоги поездки у Ирины Штургой. Прогастоящих лекарств, которые спасают жизнь подростку, пришлось добиваться через прокуратуру. А пока чиновники исполнили решение суда, состояние здоровья ухудшилось. И после ковидной паузы в Ульяновске возобновляются медицинские консультации. Где их можно пройти? Расскажем. Подготовка к весеннеполевым работам продолжается. В этом году посевную площадь основных сельхозкультур увеличили на 15 тысяч гектаров. Наращивать этот показатель необходимо ежегодно. Такую задачу поставил Алексей Русских на встрече с фермерами в Радищевском районе. Итоги рабочей поездки главы региона. В репортаже Ирина Шмыговой. Подготовка к посевной в хозяйстве Рамазана Хабибулина стартовала еще полгода назад. Осенью поле подсев ячменя, гороха, подсолнечника. Всего 12 тысяч гектаров вспахали. Весной вносят удобрения. Заранее позаботились и о семенах. На сегодняшний день у нас к весеннеполевым работам уже практически все готово. К началу весеннеполевых работ пополнили и агропарк. На смену стареньким кировцам пришла техника нового поколения. Это производительные, простые в использовании и экономичные машины, которые применяются в широком спектре сельскохозяйственных работ. Такая техника может работать в две смены практически без остановки. Под капотом этого трактора 380 лошадиных сил для удобства водителя. Прямо перед его глазами сенсорный экран с параметрами машины. Кабина оснащена современной шумоизоляцией, кондиционером, а главное обзор 360 градусов. Закупка новой техники продолжается по всему региону. Сказалась финансовая помощь властей. Субсидии для обновления парка – это одна из десятка действующих мер господдержки для сельскохозяйственной отрасли. В этом году все ранее анонсированные субсидии и льготы будут сохранены, а их объемы увеличатся. Льготный лизинг – одна из самых востребованных сейчас программ. Мы понимаем, что всем нужны сейчас оборотные средства, всем прекрасно понимаем, что уже все начинают переходить на предоплату стопроцентную. Метельхоз России сейчас нам выделяет дополнительно уже до 175 миллионов рублей, как косрочный кредит, который мы сегодня будем активно пользоваться. В прошлом году с погодой не сложилось. Ульяновские аграрии собрали 500 тысяч тонн зерна. Это почти в три раза меньше, чем в 2020-м. Необходимо заняться эффективностью. Максимальный сбор с гектара. То есть, конечно, 20 – это совсем небольшие цифры, поэтому нужно позаниматься. Начало посевной кампании намечено на середину апреля. Фермеры рвутся в поля. Успешное проведение весеннего села – это гарантия хорошего урожая, а значит, и обеспечение продовольственной безопасности. В этом году перед аграриями стоит амбициозная задача – собрать полтора миллиона тонн урожая с одного миллиона гектаров посевной площади и закрепить успех 2020 года. Ирина Шмыгова и Александр Расохин. Вести Ульяновск. А теперь история маленького ульяновца, которому в семилетнем возрасте был поставлен непростой диагноз. Без дорогостоящих препаратов не обойтись. Однако законные лекарства семья смогла получить только после вмешательства правоохранительных органов. Игорь Кранцев подробнее. Марат Хасанзанов стал разбираться в медпрепаратах невольно. Беда в их семью пришла 10 лет назад, когда младшему сыну Мансуру поставили диагноз миодистрофия Дзюшена. При генетическом заболевании мышцы постоянно слабеют. Помочь поддержать организм могут сложные препараты. Но получить их в свое время удалось не сразу, несмотря на все необходимые бумаги. После того, как я обратился в суд, не исполняли решение суда. И вот 5 лет не исполнялось. После вмешательства прокуратуры и следственного комитета соответственно решение начали исполнять. То есть лекарством сейчас ребенка обеспечивают примерно где-то с лета прошлого года. А до этого как обходились? Ну никак, просто не давали препараты. И все. Препарат потому, что очень дорогой. Купить его самостоятельно нет возможности. Состояние подростка ухудшилось. И теперь Мансуру требуется специальный аппарат для искусственной вентиляции легких во время сна. Его получить удалось. Но без сложностей тоже не обошлось. Привезли его первый раз в декабре. Но, к сожалению, привезли неработающий. У него не работал аккумулятор. Он что-то шумел, пищал. Неделю, может быть, с небольшим назад довез он оставшиеся шланги. Приехал реаниматолог с областной детской больницы. Вот, собрали. Все работает сейчас. Сейчас прибор работает. И в семье Хасанзановых, и в прокуратуре Заволжского района надеются, что довозить детали взамен неработающих больше не придется. Вся пагментная ситуация сгубляется тем, что препарат на самом деле, медицинское изделие, находилось на складах учреждений здравоохранения в области. Однако, ввиду внутренних проволочек внутри самого Министерства здравоохранения, своевременно его заявка не была рассмотрена. Исковые требования прокурора были исполнены Минздравом добровольно. Решением суда требования в части взыскания морального вреда в пользу законных представителей несовершеннолетнего удовлетворены. Отец с сыном не отчаиваются, насколько это возможно, при столь сложном диагнозе парня. Мансур освоил компьютер, продолжает индивидуальное обучение. А представители прокуратуры следят за судьбой молодого человека. Выделение лекарств и технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями на особым контроле. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Весть Ульяновск. Ульяновский сигнал ждет новые кадры. Работа есть. Перспективы развития предприятия по изготовлению автомобильных комплектующих руководство обсудило с главой региона. Предприятие работает с 2003 года. Основные виды деятельности – разработка и изготовление продукции для автомобиля строения, холодной штамповки, литье изделий из пластмассы. В декабре прошлого года предприятие подписало соглашение с регионом о повышении заработной платы сотрудникам. Сигнальцы готовы к участию в других программах. Мы сейчас решили на базе нашего технического университета сделать как-то, как это будет, поставить профессиональное программирование, как раз в этом очереди еще. Так что вас будем приглашать туда на лекцию. Помимо подготовки кадров, Алексей Русских вел разговор с руководством предприятия об импортозамещении. Есть движение в этом направлении. Предприятие поставляет комплектующие на Ульяновский моторный завод УАЗ и на Волжский автозавод. При этом автопром не единственное направление работы. Несколько позиций в прошлом году, которые были освоены, они как раз были освоены в рамках программы импортозамещения. Это детали, которые поставляются на двигатель Ульяновского моторного завода. Также в программе импортозамещения у нас идет подготовка производства к освоению крышек, клапанных для Ярославского моторного завода. Активно пошли и использовали парк своих термопласт-автоматов, заменяя целый ряд продукции китайских производителей, европейских производителей в сфере компонентов и фурнитуры для мебельных производств, которых тоже у нас много. Вы знаете о том, что у нас один из сильнейших в стране парк термопласт-автоматов – это как раз то оборудование, которое производит различную пластмассовую продукцию. Предприятие заинтересовано в привлечении новых кадров, а также в закупке оборудования на определенные производственные участки. Эти вопросы обсуждаются с руководством области. «Доктор рядом» – акция с таким названием, прерванная на время ковидных ограничений, возобновляет свою работу в областном центре. Медики консультируют ульяновцев по волнующим проблемам, связанным со здоровьем. И для этого совсем не обязательно идти в поликлинику. Гульнара Шарипова продолжит тему. Измерить рост, вес глазное и артериальное давление. Проверить уровень холестерина и сахара в крови. Все за 20 минут и в одном помещении. Акцию «Доктор рядом» возобновили в одной из городских библиотек из Освияжского района. Каждый выезд – это 60 обследованных человек. Тут же корректируем лечение или назначаем, если это требуется. Если жителям требуется углубленное обследование, мы приглашаем уже их в Центр здоровья, где они могут получить полноценную консультацию врача-терапевта или направляем узким специалистам в четвертую поликлинику, которая находится рядом с нашим Центром здоровья. Кровь взяли, давление проверили, вес проверили, высоту. Вот все проверили, все сдали. Очень нам понравилось. Очень нам. Ну, хорошо, через дорогу, но недалеко нам идти вот. На самом деле, рядышком живем. По традиции, специалисты семи городских центров здоровья будут посещать библиотеки во всех районах Ульяновска раз в неделю. Один раз в месяц. Всех желающих ждут там же, на лекции о здоровом образе жизни. Ходят с удовольствием, ну, 15-20 человек. Ну, приходят, мы делаем интересные презентации, где очень красиво и красочно все показываем и объясняем на слайдах. Ну, и отвечаем на вопросы, ответы. У нас происходят беседы с пожилым населением. Очень много вопросов у них, на которые мы стараемся ответить. Следующая лекция о постковидном синдроме и способах его лечения пройдет 8 апреля в библиотеке номер 18. Акцию «Доктор рядом» 1 апреля примет первая библиотека. Гульнара Шарипова, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Более 7 тысяч детей поедут в летние лагеря с компенсацией стоимости путевки. Таковы цифры компании, которая стартовала 14 января в Ульяновской области. 1 апреля началась еще одна региональная программа. В этот раз на выдачу бесплатных путевок. Кто может на них рассчитывать, какие нужны документы для заявления и в каких лагерях можно будет отдохнуть ребенку за бюджетные деньги, расскажет Максим Бажанов. Полупустые коридоры Института развития образования в первый день компании – это не первоапрельский розыгрыш. Большинство родителей подают заявку на бесплатную путевку в детские лагеря онлайн на портале лета73.ру. Правила, что очно, что через монитор, одинаковые. На бесплатную путевку могут рассчитывать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и многодетные. Пакет документов прост. Нужно предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта родителя, справку из школы в оригинале и справку, подтверждающую статус семьи. Полностью бесплатные путевки. В течение 10 календарных дней, когда родитель приносит пакет документов, он получает уведомление о том, что ему выделена бесплатная путевка в конкретный лагерь, в конкретную смену. Важный момент – родитель сам выбирает место отдыха, ребенка и смену. В списке 14 загородных оздоровительных лагерей Ульяновской области. По программе «Посетить их» бесплатно смогут 4000 школьников. Один из них будет 10-летний сын многодетной мамы Мариной Рагулькиной. Ее дети четвертый раз поедут отдыхать бесплатно по региональной программе. Программа, конечно, для нас очень большой подспорь и помощь в том плане, что у нас нет возможности купить платную путевку за полную стоимость. И эта программа для нас, конечно, очень большое значение имеет для отдыха, оздоровления наших детей. Бесплатные путевки будут выдавать до тех пор, пока они не закончатся. По всем вопросам обращаться в Институт развития и образования на Нариманово, 13. Надо отметить, в этом году лагерям разрешили заполнить смену на 100%. Ковидные ограничения частично сняты. Родители снова смогут навещать детей во время лагерной смены. Дезинфекция, термометрия и СИЗы остаются. Максим Бажанов, Дамир Губеев. Вести Ульяновск. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем выпуск. Герои с нашего двора поделились своими достижениями с членом российского парламента. Встреча прошла в педагогическом университете. Девять победителей школьных олимпиад, обладателей гран-при международных и всероссийских конкурсов, рассказали депутату Госдумы Владимиру Кононову о своих достижениях и увлечениях. Анна Квартникова, победитель Всероссийской олимпиады по технологии. Для конкурса она представила несколько вещей, которые сшила сама. Например, костюмы для танцевальной группы. Я шью для себя, что-то вижу и пытаюсь это воплотить. Костюмы, которые я шила для танцев, я выкрики полностью устроила сама. Там кофты, брюки, юбки. По поводу общества знания, многие считают, что это предмет, не заслуживающий должного внимания, поскольку он прост. Но когда ты становишься олимпиадником, ситуация очень сильно меняется, потому что я на своем личном опыте могу доказать, что олимпиады школьников – это очень сложное и очень трудоемкое занятие. Поэтому те, кто проходит, например, на заключительный этап, это люди, которые старались очень много и сделали действительно очень много. Герой из нашего двора – это федеральный проект. Он создан для поддержки талантливых представителей подрастающего поколения, а также для продвижения различных видов спорта среди детей и молодежи. Вы на сегодняшний момент совсем еще молодые, но вы уже герои. Посмотрите, не будет так, ребята, что вы сегодня герои, а завтра вы героями не будете. Кто-то будет другой. Вы герои на всю жизнь. И вот этот статус, вот этот статус, вы должны и это чувство пронести через всю жизнь. Вы должны быть теперь всю жизнь примером для других ребят и девчан. Понимаете? Вот это очень тяжелая ноша. То есть это большая ответственность. Лица этих ребят уже знает весь город. Их портреты на главных улицах областной столицы. Школьники, которые достигли серьезных успехов в учебе и в спорте. Теперь очередь за олимпиадниками и победителями творческих конкурсов. Всего в этом году планируется разместить 160 пилонов и баннеров с их портретами в разных общественных местах Ульяновска. Передовые методики работы с детьми-аутистами обсудили на научно-практической конференции в Ульяновске. Ее приурочили ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Дискуссионная площадка развернулась на базе реабилитационного центра подсолнух. Именно там обучают специалистов из районов, которые внедряют передовые методы работы центра на местах. Тему продолжит Элла Шахова. Это логаритмика. Она помогает детям с аутизмом развиваться как в речевом плане, так и в двигательном. Даже формировать предпосылки учебной деятельности. В структуру занятий входило у нас приветствие с детьми. Артикуляционная гимнастика, дыхательные упражнения, игра с колючими мечами для развития мелкомоторных навыков. Развитие имитационных действий. Кроме логаритмики здесь проходят практические занятия музыкально опосредованного вмешательства. Обучение функциональной коммуникации, гидрореабилитации. Занятия идут и с психологом, и с логопедом, с дефектологом. В последнее время мы попали сейчас на занятия в бассейне. В бассейне просто замечательно. Есть результат того, что ребенок перестал бояться воды. Он научится сам сейчас плавать. У него мечта поплавать под водой в очках. На практических занятиях педагоги, психологи, логопеды со всех районов региона. В Ульяновске, как и во всем мире, растет число детей с аутизмом. Им страдает каждый 54-й новорожденный. Мы хотим, чтобы данное направление в будущем развивалось, и чтобы дети инвалиды, дети с расстройством аутистического характера, в будущем наиболее лучше адаптировались и социально реабилитировались. Дети с аутизмом могут и учиться, и работать, быть достаточно самостоятельными, когда вырастут. Для этого важно выявить заболевание в раннем возрасте, до полутора лет. Он не очень похож на других детей. Ему трудно играть на детской площадке с другими детьми. Он не коммуницирует, он не имитирует, не повторяет какие-то движения. Ребенок может находиться в своем каком-то мире и занимать себя привычными для него какими-то движениями или играми. Съехавшиеся специалисты увиденное и услышанное попробуют реализовать у себя в районе. Специалисты подсолнуха будут курировать их работу, выезжая на места. Таким образом, к концу года должна быть подготовлена большая команда педагогов, медиков, социологов, инструкторов адаптивной физкультуры. Они смогут квалифицированным помочь юным ульяновцам с аутизмом адаптироваться в этом мире. Илла Шахова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика» состоялся. В одиннадцатый раз его принимала Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени Сергея Аксакова. Победители определены, кто они, что и как читали репортаж Дмитрия Емельянова. А давай наберем полную ванну теплой воды, нырнем в нее с головой и будем сидеть на дне тихо, пока вошки не задохнутся, предложила я. Давай, согласилась Манька. Ангелина Ромашкина такая же озорная, как ее героиня Манюня. Успевает хорошо учиться в школе, помогает воспитывать младшего брата, занимается в драматическом кружке. Мне понравилось произведение Манюня, потому что она более похожа на меня, у нее такие же кудрявые волосы, по характеру она, как я, хулиганка. Хулиганка? Ну, я бываю не хулиганкой. В этом и есть секрет успеха, говорят юные чтецы, пропустить образ героя через себя. Тогда и зритель вздрогнет, и жюри оценит. Так и было у Арины Лимоновой во время исполнения Асиного лета. У Ася, имя Проскофия, и она говорит, что ее нужно звать Ася, и из-за этого к ней странно относится. Еще у нее ситуация, что у нее друг упал с дерева, она себя чувствует виноватой, она пытается это исправить, и в итоге у нее все получается. Она находит себе друзей спустя долгое время. По условиям конкурса «Живая классика» читать требуется только прозу. Эта традиция сохраняется уже 11 лет. Но в этом году есть новшество – к детям присоединились педагоги. В отборочный этап вышли у нас 19 педагогов-воспитателей из Ульяновской области. Конечно, для них это волнительно, это уже говорили сами педагоги, когда мы их встречали. Очень переживают, волнуются, потому что это впервые они выступают. А волнение при публичном выступлении, как известно, не лучший спутник. Поэтому те, кто справился с эмоциями, пробились в финал регионального этапа. Среди них и Елена Котельщикова из Корсунского района с дикой уткой. Зажарим! Утка была некрепкая, молодая. Поворачивая голову по сторонам, она смотрела на нас изумленными бусинками глаз. Впереди у четырех педагогов и трех ребят уже всероссийские этапы. Но первый из них, несмотря на название конкурса «Живая классика» пройдет в онлайн-формате. Дмитрий Емельянов, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск. В этом году полувековой юбилей отметит Кузоватовская детская школа искусств. Все это время на ее базе работает уникальное отделение резьбы по дереву. За 50 лет своего существования здесь воспитаны сотни мастеров. Но сегодня народных умельцев, которые остались в рабочем поселке, можно сосчитать на пальцах. Именно они продолжают преемственность поколений и передают свои навыки современным детям. В Кузоватове живет 9 мастеров. Эти мастера разного возраста, большая часть уже пенсионеров. И мы непосредственно проводим мастер-классы, приводим к детям мастеров, и они показывают свои умения. А вот самый молодой педагог Андрей Мельников. Резьбой по дереву он занимается уже 9 лет. Начинал именно в этих стенах. После поступил в Мордовский институт национальной культуры. Отучился 4 года. Получил образование в декоративно-прикладной искусстве и народной промыслы. И вернулся сюда, отработал 4 месяца, ушел в армию. С армии пришел и вот устроился, вернулся обратно работать. Молодой педагог подчеркивает, что именно в резьбе по дереву нашел свое призвание. И теперь с удовольствием передает драгоценный опыт детям. В Ульяновском центре художественной гимнастики прошел мастер-класс для детей Донбасса. Воспитанники школы продемонстрировали девочкам номера, с которыми они выступают на соревнованиях. Под руководством тренеров центра дети сами попробовали исполнить простейший гимнастический элемент. Наши дети сейчас выступают на всероссийских и на международных соревнованиях. И мы очень хотим, чтобы наш вид спорта развивался, чтобы популяризация росла с каждым днем. И, конечно, привлечь детей из Донбасса, чтобы они тоже занимались любимым делом. И чтобы у них тоже получалось выступать на соревнованиях и достигать высоких результатов. Главной целью мастер-класса было знакомство детей Донбасса с художественной гимнастикой и ульяновской школой. Девочкам рассказали о расписании занятий и предложили выбрать удобное время для посещения. Заниматься в школе они смогут бесплатно. Детки, которые у нас показывают хорошие результаты, мы обязательно помогаем социально и покупаем им экипировку. Возим бесплатно их на соревнования. Поэтому я думаю, что мы будем как только можем помогать этим детям. Ну а на этот час у нас все вести. Далее информация о погоде. Оставайтесь на канале Россия. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok